Доктор Блимбер, полагаю, дома? Пожалуйте в кабинет, сэр. Он ждет вас. Мистер Домби, сэр. Как поживаете, сэр? Как поживает мой маленький друг? Очень хорошо. Благодарю вас, сэр. Так, сделаем из него мужчину. Вы слышите, Поль? Я больше хотел бы быть ребенком. Вот как? А почему? Оставьте руку Флоренс, Поль. Отойдите от него, Флоренс. Ничего. В скором времени мы это заменим новыми интересами и новыми впечатлениями. Мистер Домби, вы по-прежнему желаете, чтобы мой маленький друг усвоил... Все. Прошу вас, доктор, все. Так. Мы сообщим нашему маленькому другу самые разнообразные сведения и, смею думать, быстро его разовьем. Смею думать, сэр. Поль, вы постараетесь многому научиться, чтобы стать умным мужчиной, не правда ли? Постараюсь. И теперь вы скоро будете взрослым. О, очень скоро. Дайте же вашу руку, Поль. До свидания, дорогой. Ой, ой, не уходите. Поль, вы скоро увидите. Поль. Заведение доктора Блин. В Домберах, где училась всегда не больше десяти юных джентльменов, в сущности было большой теплицей, где постоянно работал форсирующий аппарат. Все мальчики расцветали преждевременно. Все это было очень приятно и искусно, но система насильственного выращивания имела и свою оборотную сторону. Не было надлежащего вкуса у скороспелых овощей, и они плохо сохранялись. А что касается самого старшего ученика, бедняги Туца, который прошел через все, Тот в один прекрасный день вдруг перестал цвести и остался в заведении просто в виде стебля. Говорили, что доктора хватил через край с Туцем, и тот утратил мозги раньше, чем у него появились усы. И так, бедному крошечному полю предстояло подвергнуться действию форсирующего аппарата с завтрашнего утра. А пока доктор Блимбер предложил ему пройти в классную комнату, познакомиться со своими новыми друзьями. Жентльмер! У нас новый ученик! Несчастный! Несчастный! Как вас зовут? Домби. Домби. Я рад вас видеть, Домби. Мое имя Туц. Садитесь. Благодарю вас, сэр. Вы очень маленький мальчуга. Да, я маленький. Давайте я подсажу вас. Вот так. Скажите, Домби, кто ваш портной? Мое платье шьет портник моей сестры, сэр. О, мой портной Берджис и Ко. Модный, но очень дорогой. Вы любите жилеты? Право, я не знаю. Не знаете? Ваш отец здорово богат? Да, сэр. Он Домби и сын. И кто? И сын. А, это не имеет значения. Скажите, Домби, у вас здоровье хорошее? Не очень. Я так и думал. Жаль, оно бы вам здесь понадобилось. Ой, как трещит голова от этой грамматики. Не будь у меня дома матери и черного дрозда, я предпочел бы умереть. Право же, доктор Блимбер увидит когда-нибудь на берегу моря мое неоконченное упражнение и мою шляпу, плывущую по волнам без меня. Доктор Блимбер на первое время поручил развитие Поля своей дочери, мисс Корнелии. На следующее утро Поль пришел в маленькую холодную гостиную мисс Корнелии, где были книги и не было камина. Возьмите эти книги, Домби, вступайте в классную и учите все, что я отметила. Начните с предмета А, затем приступите к предмету Б, завтра перейдете к предмету С и Д, а я выйду прогуляться. Мне нужен мацион. Хорошо, мисс. Домби, не роняйте книг. Простите, мисс. О, Домби, правда же, это очень небрежно. Я не могу удержать их в руках, мисс, их так много. Вздор, Домби. Вы помните, где классная? Не совсем, мисс. Домби, Домби, ну идемте, я вас провожу. Когда усвоите урок, скажите мне, Не мешкайте, Домби, ибо времени у вас мало. Муск в этом, в этом, в этом, домби. Так, Домби, значит, принялись и за вас. Так много книг, я и не знаю, за что приняться сначала. Это не важно. Вы все равно ничего не поймете. Никогда, никогда, до самой смерти. О, боже, с утра опять трещит голова. Начинайте с предмета А, Домби. Благодарю вас, сэр. Ох, я теперь вспомнил. Мисс Корнелия именно мне так и сказала. Несчастная. Они из вас сделают галерного раба. А, впрочем, не унывайте, Домби. Маленькому полю нужно было усвоить. Начальные правила правописания. Взгляд на древнюю историю. Некоторые замечания о новой. Две-три меры веса. И еще кое-какие общие сведения. Когда бедный Поль прочитал по складам номер второй предмета А, он обнаружил, что понятия не имеет о номере первом. Обрывки Коева позднее вторглись в номер четвертый предмета Б, приросший к номеру второму. И вот, когда Поль пришел к Флоренс, как обычно в субботу вечером, и со вздохом принялся за непонятное ему упражнение, Флоренс подсела к нему и показала, каким образом туманное делается ясным и простым, а трудное — легким. Поль стал делать заметные успехи, и мистер Домби более чем когда-либо склонился к тому, чтобы развивали, развивали и развивали мальчика. С образованием молодого джентльмена, которого ждет в недалеком будущем столь высокое назначение, медлить не следует. Мистер Домби с высоты своего накрахмаленного величия не замечал, что Поль утратил последнюю живость, а все, что было странного, старческого, сосредоточенного в его характере, усилилось. Поль любил одиночество. Он частенько уходил в свою спальню и глядел через окно на море. Как-то раз забрел туда и тут. О, вот вы где, Домби, а я вас ищу. Послушайте, Домби, о чем вы думаете? О многом. Да неужели? Вы такой славный, удивительный мальчуга. Не можете ли вы стать моим другом? Я, знаете ли, очень бы этого хотел. После Флоренса. Хорошо тут? О, разумеется. Впрочем, это не имеет значения. Скажите, Туц, если бы вам пришлось умирать... О, послушайте, Домби... Ну, кажется ли вам, что хорошо было бы умереть в лунную ночь, когда небо совсем ясно и ветер гудит, как море в раковинках? Я долго слушал его прошлой ночью. То он встал и посмотрел в окно. На море? На лодка с Парусом. Контрабандисты или береговая охрана? Парус, похожий на руку, был весь серебрый. Лодка уплывала вдаль. И как вы думаете, что она делала, когда не сладко волнам? Ныряла. Она казалась. Манила. Манила меня за собой. Скоро каникулы, Домби. Я собираюсь послать домой ваш анализ. Благодарю вас, мисс. Вы понимаете, о чем я говорю, Домби? Нет, мисс. Домби, Домби. Если вы не понимаете смысла какого-нибудь выражения, почему вы не спрашиваете объяснение? Итак, анализ характера поля Домби. Если не ошибаюсь, анализ, противопоставленный синтезу, определяется уокером так. Разложение объекта наших чувств или интеллекта на первоначальные его элементы. Противопоставленный синтезу, заметьте. Теперь вы знаете, что такое анализ Домби. Кажется, принимая восемь за нашу мерило и высокую оценку, нахожу, что способности Домби и его успехи измеряются шестью и тремя четвертями. Но достойно к сожалению, что этот молодой джентльмен отличается странностями в характере. Он часто бывает не похож на других молодых джентльменов его возраста и социального происхождения. Разумеется, узнать это будет неприятно вашему уважаемому отцу. Это неприятно и для нас, ибо вы знаете, Домби, что мы не можем любить вас так, как этого хотели бы. Мне очень жаль, мисс. Неужели вы не можете, несмотря на анализ, полюбить меня? О, вы маленький чудак. Мне было бы грустно уезжать отсюда и думать, что кто-нибудь радуется моему отъезду? Или это ему было бы безразлично? Разумеется, Домби. Но что с вами? Боже мой, что с ним? Ему дурно к... Воды, воды доктора! Что с ним? Что с ним? Дайте воды. Что с ним? Дайте воды. Доктора! 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 Не спишь никогда ты мая Ни ночью, ни днем. Но кто-то встречает зари с тобою вдвоем, И кто-то, я знаю, слышит, мечтая о снах, Как тихо за льду козыщет другая волна. О чем говоришь ты, моля, о чем говоришь? Я люблю смотреть на вас, когда вы поете. Мой, вы не спите, дорогой. А мне казалось, вы задремали. Нет, Флой, я просто вспоминала, Как нас провожали от доктора Блимбера. Вам приятно было видеть, как все добры ко мне. Очень. А помните, как мистер тут заглядывал то в одно, То в другое окно кареты и все спрашивал? Да он здесь, да он здесь. Что было потом? Я плохо помню, Флой. Мне казалось, я долго лежала у миссис Пипч. Да. И мы не хотели вас вести, пока вы не поправитесь. Скажите, Флой, Я видел когда-нибудь маму? Нет, дорогой. Неужели я никогда не видел такого ласкового лица, Как у мамы, когда я был маленьким? Да, дорогой, видел. Чего же это было лицо, Флой? Вашей кормилице. А где моя кормилица? Она тоже умерла? Нет, мой дорогой, нет. Пожалуйста, покажите мне мою кормилицу. Ее здесь нет. Но Сьюзин поедет за ней сейчас. Хотите? Благодарю вас, Флой. Теперь нужно немножко поспать, Флой. Закройте глаза. Мистер Туц. Садись текса, мистер Туц. О, будьте добры. Сьюз? Что? Что случилось? О, мистер Туц. Садись текса, будьте добры. Ну вот, вот эта молодая леди твердит уже битый час. А я только и делаю, что пячусь задом, чтобы выбраться из тупиков, куда ей угодно ехать. Да, много бывало в этой карете седоков, но такого, как она, никогда. Вы хотите проехать в сады из Текса? Сьюзин? Да, она хочет туда проехать. Где это? Я не знаю, где это. О, мистер Туц, не покидайте меня. Садись текса, будьте добры. Любимец Туц Бель. Наш общий любимец. Маленький, кроткий мистер Поль. О, мистер Туц. Боже мой. Поль, он хуже? Маленький цветочек. Ему засело в голову, что он хочет повидать свою старую кормилицу. Ой, здорово, Болин, Сьюзин. Такой чудесный мальчуган. Мальчуган, я, знаете, так привязался к нему. Очень болен. Очень болен. Ох уж эти мне блинперы. Могу же я пожелать, чтобы все это семейство было выклано на работу, в каменистой местности прокладывать новые дороги. И чтобы мисс Корнелия шла впереди с мотыгой. С мотыгой. Так и с Текса. Ой, что это? Такое молчаливое, неподвижное. Где, дорогой? В ногах. Там, у кровати. Там никого нет, кроме папы. Родной мой, разве вы не узнаете меня? Не горюйте обо мне, милый папа. Право же. Я совсем счастлива. Смотрите, Флой. Золотая река струится по стене. Это играет солнце, мой дорогой. Я хотел бы остановить ее, Флой. Слышите? Чьи-то шаги на лестнице. Мистер Поль, мистер Поль, мистер Поль. О, мой дорогой, маленький мальчик. Это она. Моя старая кормилица. О, мой маленький. Я узнала ее. Мой дорогой, милый, замученный ребенок. У нее милое, доброе лицо, Флой. Не уходите. Останьтесь со мной. Нет, нет. Я не уйду. Я не оставлю своего ребенка. Мальчик мой хороший. Ласковый мой мальчик. А теперь положите меня и подойдите, Флой, ко мне поближе. Дайте мне посмотреть на вас, как быстро течет река между зелеными берегами. Это солнце струится по стене, мой дорогой. Она уже недалеко от зеленых. Я слышу волны. Они всегда так говорили. Поль, о, Поль, если бы меня спросили, зачем мы родились, я бы ответила, чтобы сделать усилие. Если бы наша милая Фанни своевременно сделала усилие, кто знает, может быть, сейчас фирма не лишилась бы своего наследника. Луиза, будьте добры оставить меня. Мне лучше побыть одному. Домби и сын, домби и сын. Известный торговый дом, Лондон-Сити. Первоклассная кожа. Фирма имеет отделение. Домби и сын. Оптом, розницу и для экспорта. Первоклассная монскаяateurs. Продолжение следует...